Всем привет! Будет новый футбук. Я очень рада, что прошлое видео вам понравилось. Сейчас мы будем готовить такие как бы сырники, но немножко по-другому. Вообще, для того, чтобы ваши сырники были более мягкими, такими нежными, я советую пропустить творог через мясорубку или же так, как я, взять и размять его. У меня здесь 250 грамм творога. Я все напишу на экране. Но нам понадобятся совершенно простые ингредиенты, такие как молоко, мука, яйца, разрыхлитель. У меня здесь есть ванильный сахар. В общем, если сейчас о чем-то забыла, то на экране вы точно это видите. Добавляем яйца и сахар. У меня они только ванильные, в перемешку с обычным. И еще раз все перемешиваем. Вливаем молоко, 2 столовые ложки растительного масла и венчиком все аккуратно перемешиваем. В отдельной тарелке у меня находится мука и разрыхлитель. Это тоже все смешиваем. И дальше будем аккуратно соединять содержимое двух мисок, так, чтобы получилась консистенция густой сметаны. Тесто уже готово. Долго его не перемешивайте. Раз-два и достаточно. Я заранее подготовила ягоды. У меня клубника. Если она у вас крупная, то нарезайте ее. И я взяла также голубику. Разогреваем антипригарную сковородку и будем жарить. Выкладываем на сковородку где-то по 2 столовые ложки. И не забудьте их так немножко как бы придавить. Я это делаю деревянной лопаткой, но ложка тоже сойдет. Я смачиваю ее водой, чтобы тесто не прилипало. Ждем где-то 2,5 минуты. И уже практически в конце, когда они хорошо подрастут, вдавливаем в них по несколько ягод и переворачиваем. Столько же жарим со второй стороны на среднем огне. Вот такие сырника блины получаются. Они не самые аккуратные, но они очень сытные и вкусные. Вместо каких-то булочек, я думаю, что как вариант, можно попробовать. Подавайте с ягодами отдельно. А то, когда жаришь черникой, то вы понимаете, как они потом выглядят. Их можно есть и со сметаной, и с кефиром, со взбитыми сливками, с мороженым. Если не используете свежие фрукты и ягоды, то даже с вареньем будет очень вкусно. Я очень люблю сладкое. И если ем, то стараюсь в первой половине дня. Очень вкусный завтрак под названием овсянка в баунде. Я отвариваю овсянку на молоке, как видите. Можете выбрать растительное или обычное. Тут уже зависит от вас. И теперь я возьму немножко кокосовых сливок. У меня версия light. Я не очень люблю готовить только на сливках, потому что слишком жирно получается. Но вкусно. Так что возьму одну ложку вот этих сливок и добавлю в овсянку. Подслащивайте овсянку с сахаром или медом. У меня же ванильная стевия. И достаточно одной капельки на две порции. Такой завтрак я готовлю на несколько раз. То есть даже в холодном виде она будет очень-очень вкусной. И вот теперь у меня на сегодня и даже на завтра практически готовый завтрак. Я случайно удалила файл, но такую овсянку я советую подавать с шоколадом, если вы можете себе это позволить. Или так, как я. Где-то с одной третьей чайной ложечки какао. Сырого какао-порошка и кокосовыми хлопьями, как у меня, или кокосовой стружкой. Если есть сезонные ягоды, добавляйте для кислинки. Это просто райское наслаждение. Обязательно попробуйте. Попробуйте. Я уже почти все приготовила и вспомнила, что я же снимаю футбук. Сегодня я буду готовить довольно острую курицу с рисом, но также будет легкая версия для детей. То есть без перца, без чили. И что же нам понадобится? Пропорции вы уже видели на экране. Здесь я смешала соус для взрослых. То есть с перцем, с куркумой, с рисовым уксусом и с такими вот хлопьями красного перца. Я очень давно купила вот это рисовое вино для готовки на iHerb. Его хватает надолго. Я не помню, сколько оно стоило, но я регулярно им пользуюсь. Если вы любите экспериментировать в кухне, я думаю, что стоит чем-то таким обзавестись. И в магазинах для суши вы точно найдете что-то такое. Или же, знаете, где в магазинах с таким хорошим, обширным ассортиментом. Я думаю, что сейчас это не проблема. И в версии для взрослых у меня все как положено. Здесь куркума и белый перец. И вот эти супер острые хлопья чили. Они очень острые. Прям нужно немного. А для мальчиков я смешала просто сок, сахар и рисовый уксус. Здесь тоже есть сахар. Все по рецепту. Дальше я нарезала курицу небольшими кусочками. Посолила ее. Обмакиваем все в яйце. Сначала яйцо, конечно же, перемешиваем. Дальше курочку и в крахмал. Теперь нам понадобится имбирь. Я уже начистила его. Теперь нужно натереть. Я беру 2 зубчика чеснока. Вы знаете, это настолько быстро готовится. Рис уже варится. И сейчас буквально несколько минут, и обед будет готов. Сначала слегка поджариваем чеснок с имбирем. Но смотрите, чтобы это не сгорело. И выкладываем курицу. Вы бы видели, как сильно я себе обтерла руку. Оля терла имбирь. Если у вас тефлоновая сковородка, то жарим курицу на большом огне 2 минуты. Ну как, не так, чтобы она сразу у вас сгорала. Смотрите, минутку пожарили, перемешали еще минуту. У меня сковородки из Икеа. И на них, честно говоря, все как-то не жарится, а больше тушится. И все происходит чуть дольше. Так что у меня это займет минут 5. Но я не люблю, когда курица зажарена до золотистого цвета. Здесь я уже подготовила сковородку для того, чтобы часть отложить малым. И соусом будем разбираться. Выливаем соус. Доводим до кипения. И еще тушим где-то минутки 2. У меня было меньше крахмала, чем нужно. Если у вас все по рецепту, то кусочки будут такие, как бы... Как это назвать? Это не панировочная штука, не желе, но очень прикольная консистенция. Просто у меня, как назло, закончился крахмал раз в 5 лет. Тушим это все. Рис готов. И практически уже можно садиться обедать. Вот так это все выглядит в готовом виде. Я посыпала луком, который продается в Польше. Он слегка поджаренный, но идеально было бы с сезамом. Также у меня запеченные овощи еще с прошлого... Чуть не сказала раза. С прошлого дня, а со вчера. Вот. Но также прекрасно подойдут даже помидоры, отваренные брокколи, капуста. Можно сделать салат из свежей капусты и моркови с оливковым маслом и с солью. Если вы любите тайскую кухню, то вы однозначно оцените. Около тайскую, наверное, да? Потому что это не совсем точный рецепт того, что можно съесть там в ресторанах. Вообще-то я там не была. Но это похоже по вкусу на то, что у нас продается в сладко-остром соусе. Конечно, это не совсем блюдо для детей, именно для очень маленьких. Но наши мальчики любят и имбирь остренький такой. И я им позволяю что-то такое есть раз в месяц. Приятного мне аппетита. Я очень-очень голодная. И это нереально вкусно. Сегодня у меня очень простой обед и быстрое приготовление. Ничего особенного. Но я надеюсь, что я все-таки вдохновлю вас на какие-то эксперименты в кухне. Что у меня здесь на тарелке? Отваренная паста. Видите, она разноцветная, но можете взять любую. Главное, готовьте ее аль денте. В этом есть кое-что особенное. Действительно. У меня есть такая соль с трюфелями. Если у вас ее нет, тоже ничего страшного. Но если где-то увидите, очень советую купить. Особенно, если вы любите что-то такое оригинальное в кухне. Очень ароматная соль. Я привезла ее из Италии. Можно просто отварить пасту, как указано на упаковке, уже с солью. Дальше я взяла листья шпината свежего. Нарезала помидоры. Полила все это вот таким бальзамическим уксусом. Он, ну не именно этого бренда, но в принципе продается много где. Это именно такой сладенький. Полила мой импровизированный салат небольшим количеством, потому что он довольно интенсивный по вкусу, кисло-сладкий, можно сказать. И посыпала все пармезаном. Просто вкусно и довольно легко. Готовили с Моникой салат. Поделюсь с вами рецептом. Видите, что здесь листья салата так грубо порезанные. И как мы сделали этот соус? Берем сыр Дорт Блю. Немножко сметаны. Все в равных пропорциях. Майонез. И буквально несколько капель вот такого соуса. Я никогда не знаю, как правильно произносится название. Перец, соль. И это все хорошенько перемешиваем и поливаем. Бекон поджариваем на сухой сковородке. И это все. Это нереально вкусно. Мы уже не первый раз это пробуем. И Моника говорит, что она подсмотрела этот рецепт в Америке. И что это один из ее самых любимых салатов. А сейчас очень быстрый и вкусный рецепт смузи. У меня дома была голубика. Но вы без проблем можете взять чернику. Я вот знаете, готовлю из того, что есть в холодильнике. Не самый вкусный нектарин. Лично у меня. Он кисловатый. Я его почистила. Можете взять персики сладкие. Будет отлично. Просто очищаем от кожуры. Нарезаем здесь стакан ананасового сока. Можете заменить на апельсиновый. Также у меня здесь греческий йогурт. Берем в равных пропорциях. То есть стакан сока и стакан йогурта. Все это перемалываем. Если вы хотите таким смузи заменить завтрак, то просто добавьте мелкую овсянку. Вот и все. Наш смузи готов. Я уверяю вас, что это очень вкусно. Как видите, мои бокальчики наконец-то мне пригодились. В 9 часов вечера я нашла очень интересный рецепт такого пирога из цукини. У меня все было дома, поэтому что я делаю? Готовлю. Для начала натираем 2 цукини. У меня они небольшие. И также здесь одна луковица. Хорошо все отжимаем и ставим на ситечко, чтобы, видите, вышла еще не нужная нам жидкость. Сюда я выдавила 2 зубчика чеснока. Нарезала зеленый лук. У меня это с чиперок. В Польше он такой тоненький. Он как-то специально называется. Но берете обычный зеленый, если у вас его нет. Вообще не вопрос. Здесь у меня 2 вида сыра. Если у вас только желтый, то вполне сойдет. У меня еще есть пекориньо. Так, по-моему, он называется. Мы купили его недавно. Я решила использовать также. Если нет вот этого пекорини у вас, то берете пармезан или просто оставляйте с желтым сыром. Нам понадобится 3 яйца. Панировочные сухари. Опять же, если у вас их нет, заменяйте на муку. Тоже будет неплохо. Оливковое масло и перец. Вот это, по-моему, мускатный орех. Я вам все напишу. Значит, все готово. Я все натерла, нарезала. Теперь только смешиваем. Я нагрела духовку до 190 градусов. И буду запекать. Потом скажу, сколько. Выстилаем форму бумагой для запекания. И выкладываем наше тесто. Вот так. И запекаем полчаса. Ням-ням. В конечном итоге запекала где-то 50 минут. Но все время поглядывала, чтобы он не сгорел. И вот теперь у меня завтрак готов. Можно есть черным хлебом. Можно пожарить яйцо. Как придумаете, кто-то с кефиром, скорее всего, захочет это употреблять. В общем, я надеюсь, что вам со мной было интересно. Всем пока-пока. Приятного вам аппетита. И до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok